Более 350 домов и более тысячи жителей Усть-Майского района пострадали от весеннего половодия в этом году. Как проходят восстановительные работы? Правительственная комиссия во главе с исполняющим обязанности председателя правительства Якутии Владимиром Солодовым лично проверила на какой стадии находятся работы. Правительственная комиссия под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Республики Саха Якутия Владимира Солодова проверили ход реализации указа, временно исполняющие обязанности главы республики Саха-Якутия. Побывали в наиболее пострадавших населенных пунктах Усть-Майского района, в наследиях Кюбцы и поселке Ледикан, население которых наиболее пострадало от разгола стихии. Большое количество инфраструктуры пострадало. Мы смотрели сегодня и дорожная инфраструктура, и защитные берегоукрепляющие сооружения. Это, безусловно, вызывает настороженность, потому что не восстановив в этом году дамбы и берегоукрепления, мы можем получить повторение этой ситуации в еще больших масштабах в следующие годы. Поэтому это тоже будет приоритетной зоной для нашего контроля. Члены правительства посмотрели ход аварийно-восстановительных работ, встретились с населением. Они убедились, что та материальная помощь, которая была выделена с частичной или полной утратой имущества из республиканского бюджета выплачена в стопроцентном объеме и до каждого гражданина доведена. Мы сейчас работаем в Москве. Айсен Сергеевич Николаев, временно исполняющий обязанности главы, там находится в командировке для обсуждения вопроса выплаты федеральной части компенсации, которую, безусловно, все граждане ждут. И мы очень надеемся, что до конца июля правительством Российской Федерации будет принято окончательное решение по выплате данных средств. На восстановительных работах в Вальдикане, Кюбцах и Ижанцах, кроме специалистов, трудятся и 20 студентов из города Якутска. Мы возлагаем на них большие надежды, потому что ребята, с которыми я общался, вот в селе Кюбцы, с которыми мы только что приехали, видно, что они настроены позитивно, они готовы помогать людям. Также 44 незанятых и безработных граждан Усмайского района работают в пострадавших от паводка поселениях. Правительственная комиссия в районном центре поселка Усмайя осмотрела социальные объекты, школу, больницы, детские сады, где руководители учреждений рассказали о своих проблемах. Владимир Солодов провел личные встречи с гражданами района, встретился с руководителями предприятий и организаций Усмайского района. Надеемся, что этот визит правительственной комиссии поможет быстрее выполнить аварийно-восстановительные работы в пострадавших поселениях нашего района. Юрий Таюцкий, поселок Усмайя.